Привет, друзья! Итак, наступил 1980 год. Это было такое время, когда все вокально-инструментальные ансамбли начали, ну как бы сказать, выдыхаться, что ли, терять свою актуальность. В том плане, что наступило время сэмплированной музыки в формате массовой дискотеки, и сам стиль диско вышел на самое высокое место по популярности и спросу. И, конечно, я хотел бы еще отметить тот существенный факт, что наряду со стилем диско рок-н-ролл также занимал лидирующую позицию как по спросу, так и по популярности. Поэтому наши вокально-инструментальные ансамбли по причине цензуры и запрета рока в нашей стране не могли перестроиться вовремя в нужном направлении. Мы сильно отстали в то время от эстрадной культуры Запада, а точнее сказать, наши средства массовой информации и советская критика в целом называли все это бескультурьем. Но время диктовало свое, и вот уже в этом, в 81-м году в Ленинграде появляется новый официальный первый в СССР рок-клуб. Там же в Ленинграде с первыми концертами выступает новый популярный певец Валерий Леонтьев, появляются также рок-группы ДТТ, Круиз, Пикник и так далее. То есть формат вокально-инструментального ансамбля себя полностью исчерпал. А публика все еще по инерции продолжала слушать и заказывать в ресторанах лучшие песни вокально-инструментальных ансамблей прошлых лет. В то время был чрезвычайно популярным итальянский певец Адриано Челентано. С его песнями, помните, «Пай-пай-пай», «Амор и ноу» из его альбома «Соли», который он выпустил еще в 1979 году, в предыдущем году. А песни эти вы можете послушать по ссылкам в описании под этим видео. Адриано Челентано до сих пор признан в Италии ведущим исполнителем. И как и в музыке, и в кино, и как композитор, и как режиссер. Словом, одаренная личность. За свою манеру двигаться на сцене он получил прозвище «Мелэджато», что означает в переводе с итальянского «пружинистый». Надо заметить, в этом году родились такие будущие певцы, как Джастин Тинберлейк, Бритни Спирс и Дима Билан, кстати. Для меня же этот год был отмечен тем, что я продолжал сотрудничество с очень популярным в то время певцом Ренатом Эбрагиумом. Мы вместе записали уже к этому времени две песни. «Такова жизнь» на стихи Онегина Гаджикасимова и «Когда уходит любовь» на стихи Андрея Дементьева. Вот на этих пластинках как раз эти песни. Эти песни вы можете послушать по ссылкам в описании под этим видео. И вот сразу после этого меня познакомили с очень замечательным человеком Владимиром Харитоновым, автором стихов таким песням, как «День Победы» или «Мой адрес, Советский Союз». Или помните еще, ну... Не могу я тебе в день рождения Дорогие подарки дарить Ну вот, знаете, это уже такая старая совсем песня. Разумеется, я сразу принялся с огромным энтузиазмом за эту работу. Владимир Гаврилович дал мне несколько новых песенных текстов. И мне надо было написать музыку. Разумеется, надо было согласовать эту музыку с автором. Я вспоминаю, у него была очень замечательная семья. Доброжелательная, гостеприимная. Всякий раз, когда я приходил к ним в дом, а жили они на Тверской улице, ну, тогда она называлась улица Горького, прямо напротив центрального телеграфа. И меня встречала его жена обаятельная, Клара Васильевна, и ее сын Василий. Ну, Васев был тогда еще совсем молодой. По сравнению со мной, конечно, я был значительно старше. И мы общими усилиями, как говорят, осуществляли этот вот проект. Познакомил я с ними также Рената Ибрагимова, с которым я уже в то время, ну, очень тесно сотрудничал. И вот так, ну, через некоторое время вышел в свет вот этот виниловый альбом с песнями на стихи Владимира Харитонова. Вот, видите, он называется «Сто лет спустя». И здесь две наших песни. Ну, и у Рената также вот в этом альбоме тоже две моих песни на стихи Владимира Харитонова. Да, конечно, мне тогда скучать не приходилось. Я бегал как заводной. Надо было решать много вопросов. Запись музыки – дело сложное. И это и партитуры, и ноты, и разные музыкальные инструменты, которые нужно было возить туда-сюда. Надо было пробивать смены в студии. Ну, не пробивать, а просто выколачивать. Непосредственно надо было сидеть в студии с звукорежиссером и просиживать там часами. И уже потом дома голова ничего не соображает, а в памяти звучит какая-то разная какофония звуков, и не можешь уснуть, потому что все время звучит одно и то же. И я с этим столкнулся впервые в своей жизни. У профессиональных звукорежиссеров была в то время очень тяжелая работа. Ну, во-первых, большая загруженность по времени. И, конечно, на здоровье все это сказывалось. Все те, с кем я работал тогда, до сегодняшнего дня, к сожалению, уже не дожили. И к великой несправедливости все артисты, популярные, имеющие звания, только могут лишь изредка о них вспомнить. А ведь звукорежиссеры – это такие же художники. Записать качественно песню, сделать хорошее сведение – это значит сделать конечный продукт, который забирает к себе в репертуар исполнитель-певец. И все. Так была устроена их работа в искусстве. Сейчас, конечно, все по-другому. Но вот такие были дела в те годы прошлого столетия. Я хотел бы всем вам напомнить о моих плейлистах. Так как те, кто случайно набрел на эту историческую тему, должны понять, что я не ученый какой-нибудь там или историк, а прежде всего автор и музыкант. И позиционирую себя в Ютубе именно с этой точки зрения. Поэтому вы можете ознакомиться с моим музыкальным творчеством непосредственно в плейлистах. Поэтому, друзья, подписывайтесь на мой канал с колокольчиком. Пишите обязательно в комментариях о своих разных мыслях и впечатлениях. Ну и я на этом желаю всем вам самого наилучшего. И прощаюсь с вами. Мое появление в эфире каждый вторник и каждую пятницу в 18.00. Пока, друзья, скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok